World of Tanks переходит в новогоднее наступление, друзья! В подарок вы получаете премиальный танк АМР-35, а украшая ангар и повышая уровень праздничной атмосферы, вы получаете уникальные новогодние стили и другие ценные награды. Со временем можно даже пригласить снегурочек, которые обеспечат приятными ежедневными подарками с возможностью завербовать девушек-танкистов. Переходи в новогоднее наступление по ссылке в описании, где все новички получают 400 тысяч кредитов, танк Т2ЛТ и неделю премиума. Вперед! 400 тысяч рублей за три месяца. Я потратил на содержание этого автомобиля. Это ремонты, тюнинги, топливо и налог. Причем топливо это просто отдельная позиция. Минимум 1000 рублей в день уходит. Если ездишь не очень много, ну а если проездить полдня, то в принципе можно потратить и полторы. То есть это в год 365 тысяч рублей минимум, плюс налог уже 400, плюс 400 я уже потратил. Я понимаю, что за год у меня уйдет практически половина стоимости этого автомобиля. Стоила эта тачка 2 миллиона рублей. Самый дешевый Макан в России. И собственно в связи с этими цифрами я понял для себя, что несмотря на то, что мне эта машина очень нравится, к таким тратам я попросту не был готов. И поэтому я решил автомобиль продать. И так как эта тачка, несмотря на то, что она была самой дешевой, продавалась в автосалоне, в дилере, и происходило это на протяжении 5 месяцев, то я понял, что я даже не хочу выставлять ее на доску объявлений, пытаться найти покупателя, тратить свое время. Мой самый лучший вариант это отдать ее в салон. Я позвонил в дилер Porsche, спросил, за сколько вы у меня ее готовы забрать. Описал год, какие детали крашены, что там менялось и так далее. В общем, они мне сказали, что готовы взять за миллион семьсот. Посоветовавшись с более опытными товарищами, я понял, что мне нужно не просто отправляться куда-то в трейдинг, сдавать автомобиль, а мне нужно сначала найти новую тачку в другом автосалоне и в тот же салон сдать эту машину в зачет покупки другой. В общем, тогда это будет максимально выгодная схема. Ну, точнее, не выгодная, а с минимальными потерями я бы ее назвал. В общем, все, я приступаю к покупке нового автомобиля. Я надеюсь, что получится выбрать достойную тачку. Ну, а вы, друзья мои, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Погнали! Мне не хотелось бы тратить время на осмотр всех машин, которые мне на первых порах приглянутся. Поэтому прежде всего я буду смотреть отчет по каждой интересной тачке и уже из информации в нем буду решать, стоит ли вообще выезжать на осмотр. Я уже добавил много интересных тачек, вызбранные на Авито, и пока выбрал три автомобиля для более подробного рассмотрения. Первое авто – это у нас Jaguar. Всего один владелец, небольшой пробег, что уже хорошо. Здесь еще есть полезная информация. Показан расчет ремонтных работ. Как раз при личном осмотре можно обратить внимание именно на те части авто, которые бились и ремонтировались, и задать правильные вопросы продающей стороне. Также нужно обратить внимание на покрашенный бампер, внимательно осмотреть порог, который меняли. В общем, интересно посмотреть эту машину вживую. Второй и третий вариант – это у нас BMW 5-й серии. Сейчас глянем отчеты. Пробег небольшой, всего 35 тысяч километров, но уже было три владельца. И так как мне не хотелось бы быть четвертым, хотя машина, в принципе, почти как новая, есть другой вариант с таким же авто, где пробег всего 1100 километров. Правда, комплектация похуже, зато один владелец. Этот вариант уже более интересен, нужно посмотреть. В целом, вариантов на Авито очень много. Радует возможность проверить историю авто по автотеке более подробно, чем в других сервисах. Ведь тут пробивают по самым разным базам одновременно. Не только ДТП и залоги, но и даже пробег и историю ремонтов. В общем, с вариантами определились, теперь поехали смотреть вживую. А еще проблема в том, что я эту машину до сих пор так и не починил. Здесь еще очень много осталось всякой мелочи, как, например, неработающая радио, неработающая кнопка закрытия багажника. Точнее, одна работает, а вторая, которая закрыть багажник и закрыть машину, не работает. То есть, видимо, ее не подключили, когда меняли крышку после аварии. Предпусковой обогреватель. Его ремонт мне обойдется там что-то около 70 тысяч рублей. И много-много еще каких-то маленьких нюансов, которыми, ну, честно говоря, уже не хочется просто заниматься. Я несколько недель думал над этим решением, потому что, ну, никогда так мало я машиной не владел. И все-таки понял, что, наверное, это самый правильный исход. Только сегодня с утра я обнаружил, смотрите, видите, вот эта выхлопная труба, она прямо утоплена под бампер. А с этой стороны насадка торчит где-то, ну, миллиметров на 15, наверное. Ну, прям постоянно что-то находится такое. Но, несмотря на это, у меня все равно нет никаких претензий к Никите из автоподбора, Эльдар Автоподбор, который помогал мне выбрать эту тачку. В целом, все именно так, как ты сказал. Технически, как бы, никаких проблем, в принципе, не было. Ни с мотором, ни с коробкой, ни с ходовой. Ну, не считая то, что кулак лопнул, но, ну, такое бывает. Я задал Никите вопрос о том, что я могу купить взамен этой машины. Я хочу, чтобы тачка стоила не дороже, чем Макан, чтобы еще желательно у меня остались деньги после продажи. Чтобы машина была в бодром состоянии, с адекватным каким-то годом, пробегом. Желательно, чтобы был один владелец. И самое главное, это максимальная укомплектованность. Желательно, чтобы там был адаптивный круиз-контроль. Потому что, ну, если есть такая функция, то это значит, что машина уже будет прям нафаршированная. Ну, собственно, что в этот бюджет можно рассмотреть? Ну, понятно, это немецкая тройка, то есть BMW, Mercedes, Audi. Вышла здравая альтернатива, как Jaguar. Jaguar Land Rover. Но Land Rover, ну, скажем так, их тоже не очень много. Но именно Jaguar можно найти максимально свежий, с хорошей комплектацией. И это хорошая машина. Я вообще не рассматривал Jaguar, как автомобиль, потенциально подходящий для покупки. Но, тем не менее, те тачки, которые скинул мне Никита, во-первых, были гораздо дешевле, чем Porsche, то есть миллион триста, миллион пятьсот. Где-то в этом ценовом диапазоне. Плюс ко всему, там можно найти полный привод, полный электропакет, активный круиз-контроль, бесключевой доступ, контроль слепых зон и так далее и тому подобное. Даже проекция есть на стекло, допустим, у той машины, которую мы идем смотреть прямо сейчас. И, возможно, это действительно будет достойной альтернативы. Самое главное, что маленький налог и маленький расход. Маленький налог и маленький расход. Все, в общем, погнали смотреть и дальше будем разбираться. Если что, Mercedes со счетов не списываем. Будем смотреть новый кузов, это как запасной вариант. Мне нравится, как эта тачка выглядит. И что самое главное, у меня никогда не было британских автомобилей. Ну что, первые эмоции. Ну, белый салон, это, конечно, для меня минус, но он в хорошем состоянии. Нигде не затертый, не порванный. Это у нас 15-й год, миллион триста восемьдесят, то есть еще, наверное, тысяч четыреста они должны будут дать кэшем. Ну и в целом, просто зацените сразу же подогрев руля, круиз-контроль. Ну, по-моему, это не активный круиз-контроль. Блютуз, мультимедиа, все эти электропакеты. Это, по идее, селектор КПП, который должен выезжать, насколько я понял, бесключевой доступ. Вентиляция сидений, массажа нет, да. Вот видите, проекция есть. В целом, хочется отметить, что, ну так, достаточно комфортно. Но не могу сказать, что прям вот с первых ощущений я влюбился в этот салон. По украшенным элементам заднее крыло, заднее левое, дилерское обслуживание всего автомобиля. И второй комплект колес идет у него на оригинальных дисках и на липучке. Их, в принципе, не так много, этих регулатов, да. Тут бензиновый двигатель двухлитровый. По вот этому крылу здесь есть перекул на пороге. И где-то здесь какие-то наклейки, видишь? Ну, возможно, это, знаешь, типа из-за ремонта заклеивали. Заднее правое крыло, да, ремонтированное сейчас пока особо не могу понять, насколько оно, например, самый, на культурсторонний скотч приклеен на эту штуку, чтобы назвали вот что. Видишь, с колокраски. Плюс, ну, эта дверь демонтировалась полностью, соответственно, нельзя исключать ее возможной замены. Она по стойке, по петлям откручивалась. Она, наверное, севшая, да, или... Я подозреваю, что да. Реагируешь-то? Нет? Давайте так. Да давай через багажник попробуем. Да, через багажник должно вообще не получиться. Ну, давайте. А, самый, у нее секрет какая-то стоит, да? Да. Я думаю, заведется. Подождать, ну, пусть она хоть немножко еще вся возьмет. Даже через 10 минут зарядки аккумулятора все равно почему-то не заводится. Ладно, спасибо большое. Да было бы за счет. Было бы за счет. Счастливо. Счастливо. Поехали смотреть дальше. Ну, как-то я не знаю. Сначала я прям зашел, увидел его внешне, подумал, мне нравится машина сама по себе. Но как-то конкретно этот экземпляр? Ну, во-первых, не запустили, потому что, в принципе, очень сильная выстка аккумулятора. И выстка, она вероятнее всего, и, опять же, за охранного комплекса. Ремонт заднего правого крыла, ремонт на арке, там, полтора миллиметра шпаклевки. Машина у нас вся алюминиевая. При этом есть такие маленькие-маленькие, но вспучивания краски. То есть, либо качество ремонта такое, либо уже последствия после этого ремонта. Соответственно, задняя правая дверь, я сначала подумал, что она заменена, потому что был демонтаж, причем демонтаж вместе с петлями, но при этом центральная стойка не ремонтировалась. Соответственно, ремонт задней правой двери, она тоже вся в шпаклевке. Там до 700-2000 микронов по ней. И тоже есть, вот я тебе показывал, в внутренней части, да, там, заломы. Ну, то есть, ее, видимо, подзаломало немножко, ну, и потом рехтанули, выправили. При этом внутренняя часть у нас, то есть, центральная стойка, проемы, они без ремонтов, без каких-либо там последствий и так далее. Безопасность справа на месте, то есть, подушка безопасности, ну, мы физически посмотрели, что она там на месте. Есть там пару запотеваний снизу по мотору, но это уже, скажем так, детальная диагностика. Мы сюда успеем вернуться, точно машина не идеала, никуда не убежит, поэтому надо сесть посмотреть еще. Отличный британский автомобиль в состоянии, как новый, с маленьким пробегом, без замечаний по кузову. Обслуживался только у официального дилера. Оригинал ПТС, один собственник. Давайте подогрев руля, что ли, проверим, вот, пожалуйста. Нажмите ОК для сброса. Ну, во-первых, вот у нас селектор КПП поднялся, да? Немного вытертые уже кнопочки, кстати. Что такое, интересно? Ничего не пишет? А, динамический, нормальный режим, эко и зимний режим. Мультимедиа, телефон, нет подключенных устройств. Ну, Bluetooth есть, уже радует, не придется доустанавливать. Так, отстает, смотрите. Еще секунда просто задержки. Ох, не знаю, не знаю. Конечно, по радио трудно определить, насколько музыка качает. Но, судя по всему, тут стереосистема слабенькая какая-то. Ну, по крайней мере, никак она не подписана. Особо ничем не выделяется. Обогрев переднего стекла, обогрев заднего стекла. Есть подрулевые лепестки. Руль, кстати, нагрелся, очень приятно. Вот этой функции не хватает Porsche дико. В целом, значок Jaguar довольно-таки приятный. Но какое-то есть дешевое ощущение от салона. Вот как-то не хватает ни по ощущениям, ни по материалам какого-то премиум сегмента. Но она и стоит, конечно, дешевле. 39 тысяч пробег, 2 литра бензин, 200 сил, 16-й год. Здесь повреждена наклейка с ВИН-номером. Ну, у них это часто бывает, но здесь сам ВИН-номер виден. Но она, я не знаю, еще пару моек, а она вообще отвалится и ездить не будет. Но это просто при постановке на учет у инспектора могут возникнуть вопросы. Мне не покидает ощущение того, что эта дверь заменена. Просто она здесь, ну, явных следов там демонтажа ее нету, но она по герметикам отличается. Сейчас посмотрим, насколько она по покраске отличается. Просто ее могли здесь типа по петлям просто снять. Газ пол. Посмотрим на динамику. Не так уж плохо. Это было в драйве. Почему-то на ходу она мне не дает ВС переключаться. Либо здесь какие-то свои внутренние правила. Вот. Ну, вот в ВС-ке чувствуется отклик у нее уже поинтереснее. Ну, такая она все равно, как мопед. Вроде бы она даже как-то и бодренькая местами. Чувствуется, что она свежая. Вот прям едешь, чувствуется, что машина прям вот так дух выдавала. Да, состояние хорошее. Да, что ты за веселье. Ну, вот мне как-то не хватает укомплектованности, что ли. Как-то шумоизоляция не та. Не хватает функций каких-то. Ну, просто там такой минимальный, знаешь, набор, типа Kia Rio в стандартной комплектации. Вот какой-то такой расклад. Хотя выглядит она как будто прям, ну, дорого-богато, но на самом деле, да. Да, да, такой эффект разочарования есть легкий. Поэтому я сейчас предлагаю поехать посмотреть ту, которая чуть-чуть дороже, но она в максимальной комплектации. На полном приводе и дизель. 4 литра расход, при этом 7 секунд разгон. Короче, смотрим ее, и после этого можно уже будет вообще определиться, подходит ли Jaguar или нет. По тактильным ощущениям. Слушай, а чем она вообще отличается? Она вообще ничем не отличается, по-моему, точь-в-точь такая же. Единственное, что это полный привод и дизель. И потолок светлый, а там потолок темный. Ну, че? Ну, как-то, наверное, и нет. Уж если менять Porsche с потерей, получается, в деньгах из-за того, что вот этот весь оборот с трейдином, хочется что-то классное выбрать. Но это была нормальная попытка с Jaguar. Почему бы и нет? Что теперь? Давай сначала посмотрим Mercedes E, только не купе, потому что купе не ликвид, как оказалось, и в последнем кузове. Главное, комплектацию максимальную. Ну, вот 1.8 этот, откройте. Вот рядом с тобой, смотри. Это, наверное, здесь же, кстати. Ну, конечно, он уже выглядит броско такой Mercedes. Мерседес, навигация, парктроники, круиз, климат. Ну, надо просто ехать смотреть, мне кажется. В общем, Мерседес оказался в броне, за него уже внесли предоплату, поэтому мы просто зря приехали, но так как мы в Холоне BMW... Конечно, они неплохо смотрятся. И ценник, кстати, да? Что этот, что этот, он укладывается, в принципе, в трейдин в наш. Белый, 17-й год, а это какой? Тоже 17-й год. Не, ну, надо смотреть ту, которая на жире, конечно. Ну, собственно, добро пожаловать, водитель BMW 1. Руль такой прям какой-то здоровый по ощущениям. Подогревчик есть, пожалуйста. Так, парктроники со всех сторон. Камеры, судя по всему, нет. Не вижу здесь, по крайней мере, кнопки камеры нигде. Ну, хотя на Porsche тоже нет кнопки камеры, а камера есть при этом. Ну, давайте попробуем заднюю просто включить передачу. Не, камера есть, смотри-ка. Красота, причем изображение такое четкое. С этой системой управления мультимедиа я еще не знаком. Но, насколько я понимаю, это очень удобная система тоже, как и на Мерседесе. Не как на Ягуаре, который мы смотрели. По ощущениям, очень современная тачка. Ну, 17-й год, и это BMW. Естественно, она будет прям бодренькая. Красивые такие все эти подсветки. Подтверждаются расчеты ремонтов. По ней капот видно из следа демонтажа. Левая и правая фары заменены. Это они августа 18-го года, хотя машины 17-го. Блоки некоторые также за бампером тоже подать и не соответствуют. 18-й год. Но основной радиатор, не кондиционер, а именно основной, он как раз таки 17-го года. ДТП по передней части было 100%. То есть это не просто расчеты, это еще и подтверждение есть. 2-200, дизель, задний привод. Погодка так себе. Выбор машины осложняется. Это уже бампер это, фигачен. О, вспучивание, да, пошли? Нет, это просто, видимо, удар был. И насколько смогли выпрямить, выпрямили. Лабаш под замену. Но в целом по салону, вот по сравнению с той соседней пятеркой, вот здесь как-то все новее и дороже выглядит. Посмотри, вот эта вот панель, как отражает. Ну, она такая более какая-то люксовая. Есть прям ощущение, что она как-то круче, чем Porsche. Но она и свежее. У нее и оптика диодная, насколько я понимаю, да, уже? Это уже, но она тоже диодная. Точно она круче, чем Jaguar. Вот это я прям сравниваю и понимаю, что... Jaguar что-то прям очень разочаровало. По описанию, такая хорошая машина была. По факту, что-то как-то пластиковое. Мы едем в следующий салон BMW для того, чтобы смотреть следующую пятерку. Там вроде бы тачка вообще огонь. 18-й год, чуть дороже двух. Короче, я не знаю зачем, но я попросил принести ключ от Мерседеса. Тут 455 сил. Это вообще какое-то безумие. Это еще дороже по налогу, еще больше расход. И он просто обалденный. Посмотрите. Пробег 99-900. Во-первых, двери с доводчиками. Раз. Закрылись. Кресло подъехало. Вот смотрите, руль опустился. Мерседес-бенц. Красивая надпись. Красивый салон. Все в подсветках. Это у нас круиз-контроль. Причем активный круиз-контроль. Видите, можно регулировать расстояние между автомобилями. Наверх двигаешь дальше, вниз двигаешь ближе. Тут у нас настройки подвески, комфорт, спорт. Это походу пневма. Так, нажал. Что-нибудь меняется? Да, пневма поднимается. Ё-моё. Блин, ну С-класс, это же тачка не для водителя. Это тачка для пассажира. И покупать для себя С-класс, это очень странно, наверное, да? Вентиляция сидений, пожалуйста. Смотрите, полочка. Раз. Полочка. Два. Навигация. Есть. Радио. Ой, я прям чувствую, как бас качает. Подогрев руля. Удержание полосы. Блин, какая крутая машина. Камера на 360. Вот, ее включаешь. Следите за всем окружением автомобиля. Так. Ага. Шторки со всех сторон. Подогрев руля. О-о-о. Шестьсот пятьдесят тысяч, дороже двух миллионов. Это что-то такое взять? Это сколько надо докинуть еще? Я думаю, что тысяч восемьсот по-требрину. Телевизоры. Блин, ты посмотри, как круто. И сзади, и спереди, со всех сторон. Вот так вот. Раз. Тут тоже все на доводчиках. Люб для лыж, пожалуйста. Пульт, смотри. Красота. По сути, вот эта Бэха, по соотношению цена-качество, скорее всего, если ничего в ней не окажется, да, криминального, будет лучше из тех, что мы посмотрели. Вот та, которая сейчас стоит рядом. Но этот Мерс, это мечта. Я предлагаю посмотреть сейчас обе машины максимально внимательно, составить о них полную картину. Потом взять небольшую паузу. И после этого уже сесть, взвешенное, принять какое-то решение о покупке Мерседеса С-класса. Ну, хорошо. Давайте начнем с него. Ох, ну не знаю. Конечно, очень крутой Мерс, там Никита его осматривает. Но где-то у себя в голове я понимаю, что очень хочется, но это не вариант. В любом случае, сейчас буду показывать Макан, чтобы мне его оценили по трейду, за сколько его готовы забрать. Ну и там уже, собственно, будет видно. Скажите, пожалуйста, какой собственник у данного автомобиля? Второй, но по документам еще был салон между первым и мной, ну, который дилер. Ну вот, собственно. Я считаю, что продажа его, наверное, сегодня, машина сама по себе сложная, тяжелая, тяжелым мотором. То есть не каждый готов позволить себе то, что вы себе можете позволить. Да, то есть вот эти вот налоги, траты, бензин и все остальное. Вот, таких людей не очень много. Вот, поэтому на вторичном рынке в продаже он немножко так будет тяжело. Я считаю, что его реализация, наверное, на сегодняшний день 2-2.0 писем в продаже. Да, то есть брать нам его нужно по трейдинам миллион восемьсот, миллион восемьсот пятьдесят. А при этом, если я сдаю в трейдин, то на машину, которую я покупаю, тоже скидка. А в какого порядка она, чтобы я хотя бы ориентировался вообще? При всем уважении к вам, я бы вам озвучил бы, но не могу, потому что выносит решение руководителя. А если я, допустим, просто решаю сдать в трейдин и, ну, например, машину участника потом буду покупать у какого-то, это меняется от этого цена или нет? Меняется. Если я просто ее привезу? Просто прямой выкуп. Да. Ну, я думаю, будет разница порядка, там, 50-75 тысяч рублей. Типа семьсот пятьдесят. Да. Здесь мы у вас забираем, да, и что-то вам отдаем. Ну, я помню. Поэтому это двойная сделка. И здесь мы будем просто выкупать у вас машину и выдавать деньги из кассы. Это чуть другая математика, да, поэтому договора будут другие, работа будет произведена другая. Понятно. Вот. Поэтому я думаю, что где-то так. Ну, хорошо, все, мы тогда смотрим дальше. Да, мы с вами дальше. Определяемся, и уже мы двигаемся в сторону. Все, хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо, вечер. Если они не сделают скидку на нее тысяч пятьсот, то они говорят... Ты нашел на пятьсот? Я нашел тысяч, наверное, на пятьдесят. У нас один крашеный элемент, это задняя левая дверь, остальное все в родной краске. Колодок передних осталось, там, процентов тридцать. Резина под замену, она, во-первых, изношена неравномерно, и у нее там есть грыжи и запаянные места. К тому же здесь, вот с этой стороны, меня немножко еще напрягает то, что износ неравномерный, и там в подкрылке все разбиралось. Ну, то есть вопрос, почему, надо смотреть будет. По фаре это бронировка просто, или это надо фару менять саму? Это фара. Нет, здесь нету пленки. Это именно повреждения по фаре. Я думаю, что на С-класс фара стоит на полтос минимум, может быть, и сто, да? Они такие запискоструенные, замутненные, есть повреждения. Ну, конечно, лучше сделать полировкой, можно будет эти фары, но вот тут царапину как бы никак не уберешь. Но из-за этой царапины фару менять, разве что в пределах торга как-то согласовывать. По мотору мы немножко подразобрали, куда можно залезть, посмотреть, посмотрели. То есть у нас там проклад клапанных крыжек сухие. Соответственно, есть небольшие запотевания какого-то старого характера, там внизу, совсем в блоке внутри. Но, опять же, они вот такого вот характера, эти запотевания. То есть, ну, что-то вот немножко давануло когда-то, и все. А ну, в ближайшее время я бы там приводной ремень этот заменил с роликом, с натяжем. Тут уже он все просто ржавый, с износом. Ну, и, соответственно, обслужить мотор. Вот так ничего здесь, прям такого нету криминального. Вот сажусь после этого Мерса в Бэху. Она такая пластмассовая. Блин, она такая вся вот какая-то вот не то. Но я понимаю, что вот эта машина из реальной жизни, а та... Да, она и слишком большая, и слишком большой у нее будет расход. И слишком дорогой ремонт. Она вообще вся состоит из слова слишком. И слишком дорогая, плюс ко всему. Сейчас смотрим эту Бэху, потому что это самый интересный вариант по соотношению цена, пробег, год выпуска, комплектации и качества. Вот эту машину можно будет с минимальной какой-то доплатой обменять на Макан. Эта машина у нас 18-го года, а Макан 15-го. Поэтому даже если придется там 150 тысяч доплатить, то это будет того стоить. Мощность у нее, конечно, 190 сил, но с другой стороны дизель. Дизель это топчик, а что самое главное, дизель это ликвид. И при этом у нее нормальная комплектация вполне себе не как та, которую мы смотрели. Ну что, норм машина, да? Какая из? Все. Ну они все действительно достаточно неплохие. Досмотрим на подъемнике какие-то мелочи, да проверим. А так нормальная хорошая машина. Одна лучше другой. У одной свои плюсы, у второй другие плюсы. Но однозначно это хотя бы что-то, что мы можем, в принципе, рассмотреть к приобретению. Ну а сейчас, собственно, я записался на диагностику в официальном дилере Porsche, потому что машину в трейд-ин принять не могут без диагностики. Соответственно, сейчас едем туда, нам выносят вердикт, и после этого уже можно приезжать и окончательно торговаться по поводу всех цен. Итак, пока Porsche находится на диагностике, мы придумали гениальную идею посмотреть S-класс предыдущего кузова, 221-й. И, соответственно, тачка полный фарш, миллион сто пятьдесят. Такой весь, да? Резина под замену, да, диски такие, но тормоза нормальные. Ну, конечно, да, он прям весь шарпаный, смотри, шарпаный, оторваный, он все. Вот такой уставший вообще сходу. Вот мы ехали и обсуждали сейчас, хоть бы был нормальный Mercedes, потому что это прям альтернативный вариант. Весь мокрый там внутри. О, да. Все, что это цена того прям полностью оправдана. Особенно в сравнении с этим. Даже если вот этот был бы неплохой, он устаревший. Он бы очень устаревший. Ну, как бы я от девятого года чуть-другой ожидал. Лучшее завершение дня, самая стабильная тачка в мире. Вот на чем надо останавливаться. Миллион двести, и это только на бумажке, наверняка там уже меньше стоит. Пятнадцатый год, два с половиной литра, сто восемьдесят сил. Один владелец по ПТС, пробег 117. Ты такое ощущение, что какой-то маляр-практикант чихнул в банку с краской и со шпаклевкой сделали это дело. Смотри, какое сидение промятое. Ну, ты только глянь, что-то с ним не так. Она, в общем, не тянет на пробег 117 тысяч километров. Плюс она такая, да, действительно уже какая-то повсюду. Все стертое, вообще все. Если даже на руле, смотри, кнопки вытертые уже. Она, конечно, самая дедовская и пластмассовая из всего, что мы сегодня видели. Даже по пластмассовому нет. И деда. И деда. Пластмассового деда. Ну, в общем, друзья мои, какой можно подвести итог? Я не знаю, что мне покупать вместо Макана. Позвонили, что диагностика готова. Соответственно, сейчас я еду ее забирать. Я могу теперь отдать машину в любой трейд-ин. У меня это примут максимально быстро. В принципе, среднюю цену я уже получил. И пока что, наверное, самый интересный кандидат. Это BMW пятерка в последнем кузове. G30. Дизель, маленький задний привод. Неплохая комплектация. 30 тысяч пробег. Хорошим, в идеальном даже, я бы сказал, состоянии. В общем, сейчас еще поедем, посмотрим какие-то объявления. Ну и завтра уже что-то надо покупать, потому что, ну, бесконечно этот процесс тянуть тоже смысла не имеет. Рынок, в принципе, он одинаковый. Тут появилось, тут пропало. Оно все достаточно стабильно. И вряд ли что-то мы сможем придумать. Можно посмотреть еще Мерседеса. Хотя, если честно, вот я вживую когда гляну, но он совсем устарел. В общем, все, друзья мои. В следующей серии мы уже точно покупаем автомобиль. В принципе, основные пути уже намечены. Вся подготовка проведена. Трейд-ин состоится при любой погоде. Это я уже для себя точно решил. Ну, а на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этой серии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok